Политическая жизнь в США сегодня замерла или скорее замерзла. Все федеральные учреждения закрыты из-за снегопада, обрушившегося на Вашингтон и восточные регионы страны. Природные капризы даже испортили первый день работы новому министру обороны США Эштону Картеру. Тем не менее, он сегодня принес присягу и заявил о своих планах на новом посту. Обо всем по порядку. Наш вашингтонский корреспондент Роман Мамонов. В американской столице сегодня, как говорится в русской поговорке, «Хороший хозяин собаку на улицу не выгонит». Город засыпало снегом, федеральные ведомства закрыты. Пока одни радуются дополнительному выходному, новому министру обороны капризы стихии испортили торжественность первого рабочего дня. Утром Картер прибыл первый раз в новом статусе в Пентагон. И в момент выхода из машины к камерам супруга чиновнику упала на скульском асфальте. Из-за непогоды также пришлось отменить торжественную речь перед сотрудниками Пентагона и банкет. А церемонию принесения присяги в Белом доме переносить не стали. Для меня большая честь воссоединиться с теми мужчинами и женщинами, служащими Министерством обороны ради высшего призвания – защиты нашей страны. Сегодня я даю три обещания стране, президенту и соотечественникам. Первое. Помогать президенту принимать решения о безопасности Америки и мира. Делать все, чтобы эти решения выполнялись максимально эффективно. И, учитывая новые вызовы, с которыми мы сталкиваемся, я обещаю делать все, чтобы эта великая страна использовала все свои возможности для лидерства. Журналист за кадром попытался было задать вопрос про Украину, но Картер не стал отвечать. Впрочем, и так понятно, для нового министра это будет одна из главных задач. Он ведь уже проговорился в Сенате, что склоняется к идее поставки летального оружия на Украину. Вторая проблема на повестке дня – борьба с ИГИЛ. Белый дом запросил у Конгресса разрешение на применение военной силы, и Картер должен предложить детальный план. О борьбе с радикальными экстремистами сегодня как раз говорят в Белом доме. Там открылся двухдневный международный саммит, провести который Вашингтон решил после террористических атак в Париже. Правда, оппоненты Обамы уже раскритиковали формат и идею саммита. Мол, что можно решить за пару дней кабинетных разговоров. А главное, критики республиканцы недовольны тем, что в повестке на саммите не говорится о религиозном экстремизме и исламском государстве как его главном символе. В Белом доме на это ответили, что не делят террористов по религиозному признаку. Некоторые эксперты, правда, уверены, что Белый дом просто хочет избежать конфликтов с американской мусульманской общиной. Роман Мамонов, Анатолий Кошенко, Вашингтонское бюро РТВАИ.